Привет! Привет! Расскажи немножко о своем сезоне в Российской Федерации, который был этим летом. Этим летом у меня был очень хороший сезон, мне понравился. Самая главная победа это была на чемпионате России. Я занял первое место на чемпионате России и в первенстве первое место тоже занял. И второе на обществе Лос-Лонда. Было очень хорошо, все выступили очень хорошо. Соревнование было очень хорошо организовано, все молодцы. Было очень много соревнований в других странах. Чемпионат Европы был в Италии. Там я, к сожалению, не смог дойти до финала. Но все равно сделал всю программу, которую я хотел. Краснодар я тоже выиграл. Чемпионат Куба Краснодарского края. Там тоже было все успешненько. Форт Константин. Тоже есть призовые места. Первое место Б-стрит, первое место Флэт и второе место Джиббинг. Вот так вот продуктивно начался ходик и закончился. Ты переживал? Всегда перед всеми соревнованиями я переживаю. Надо всегда бороться этот страх в себе. Но главное, думай о программе, думай о месте, думай о своих трюках, о трюках и что ты будешь делать. Прошел год после того, как мы с тобой делали последнее интервью. Что изменилось? Какие трюки ты ново изучил? Может быть, что-то изменилось в твоей голове, в технике, тренер? Что нового? Да, пока все идет стабильненько, все хорошо. Трюков не знаю, так не уменьшилось, ну не преувеличилось, не уменьшилось. Крома 5, я думаю, я переставил на лебедку, это очень хорошо. Шокки, GB5 я почти и буду скоро уезжать. Сейчас постараемся стойбэк 9 с обеих тикеров поставить тоже. Так что такие трючки будем. Еще больше будем стремиться, я в апреле сюда еще раз приеду с удовольствием. И будем уже шбахать много-много трючков. Что ты чувствовал, когда сказали, что ты первый? На чемпионатахи? Да. Это офигенное чувство, когда ты видишь на табло, что ты первый, это не передать словами. У тебя бабочки в жевателе, это дух закладывает, у тебя такой перелив адреналина в мозг, в кровь, что просто ты отключаешься, ты настолько рада, почти мечта тоже, можно сказать, сбылась одна из важных. Кто тебя поддерживал? Меня поддерживала вся моя семья, мои тренера, мои друзья. Всем спасибо, спасибо Саше Качееву, спасибо Володину, Коляну. Спасибо всем-всем-всем моим друзьям, их очень-очень много. Им тоже огромное спасибо, что они меня поддерживали, верили в меня. Это очень влияет на спортсмена, ему легче выступать, что за его спиной такая поддержка. Что по поводу учебы? Да, по поводу учебы все тоже очень хорошо, меня без проблем отпустили в Таиланд, я этому был очень рад, что я приезжаю наконец в свой любимый второй вейк-парк, в Пхукет-вейк-парк. Я сдал досрочную сессию и сразу же сел на самолет и приехал во второй дом. А первый? Первый, первый пока это Россия, в этот Калуга, там пока тренировались. И с такой ситуацией, ну хотя я не знаю по поводу. В Калуге, в Калуге, в Калуге, в Калуге, во клуб второй дом, ой, первый. Как долго еще ты будешь в Таиланде и когда планируешь в следующий раз? В Таиланде я буду до 19 января, потом я уезжаю на чемпионат мира, до 28 февраля я туда на месяц уезжаю. Потом я приезжаю в Россию, там месяц отдыхаю, привожу себя в порядок, подкачиваюсь, чтобы в апреле снова вернуть сюда и поставить больше и больше трюков, готовиться к следующему сезону. Как ты отдыхаешь? Да никак, почти я каждый день катаюсь. Иногда бывает, что я уезжаю, это очень редко. За этот месяц я побывал один раз на пляже, а так я отдыхаю на лебедке, общаюсь с друзьями, играю, не знаю, в плойку, ПИС-4. Просто провожу время со своими друзьями на лебедке, это самый крутой отдых, я думаю. Сколько времени у тебя занимает катание в день? Как долго ты катаешься? Катание, ой, я катаюсь где-то по 2 часа утром, 2 часа в обед и 2 часа вечером. Вот это примерно 2 умножить на 3, 6 часов в день я катаюсь. Кто контролирует твое катание? Или это фристайл? Или ты ставишь какую-то программу, готовишь к чемпионату мира? Ты же едешь на мир? Да, я еду на чемпионат мира, он будет 14 февраля по 28 февраля. Пока я катаюсь отдельно, к сожалению, потому что есть такая финансовая проблема у некоторых людей, и я тренируюсь пока один. Ясно. Расскажи, пожалуйста, мне о своих будущих планах. В будущем? Ну, пока календаря нету, у меня их пока нету. В дальнейшем, ну, что я сейчас планирую. Это чемпионат мира, отдых, месячный отдых, и потом снова в Пхукет Вейф Пайк. Я не дождусь сюда переехать снова. Многие спрашивают, когда Коля планирует приехать в следующий раз на Пхукет? Знаешь даты? Скажи сам уже. Да, я 100% приеду сюда в апреле на месяц. Присоединяйтесь, я всегда помогу, всегда буду рад помочь, всегда пообщаюсь с вами и проведу время. Я сделаю конкуренцию вам, потому что мы планируем мини-фановые соревнования, в которых ты будешь участвовать. Скажи, пожалуйста, напутственное слово тем ребятам, которые хотят быть такими же, как и ты. Они же на тебя смотрят, такой парень неуспешный, чемпион. Остановишься на чем-то или еще есть какие-то цели впереди? Всегда есть цели, всегда надо стремиться к лучшему, всегда надо занимать призовые места. Что я могу пожелать? Просто катайтесь, тренируйтесь, проводите время с друзьями и наслаждайтесь жизнью.